Проверить своего железного коня на предмет технических неисправностей раз в год обязанность каждого владельца авто. Некоторые к этой процедуре относятся скептически, а другие воспринимают как данность. И вместо того, чтобы избегать на дороге сотрудников с жезлами, подготавливают свой автомобиль к обязательному техническому осмотру. Необходимо. Проходим. Как вообще готовитесь к прохождению техосмотра? Ну так, полностью проверяю всю машину на станции. Если какая-то мелкая неисправность, то сам исправляю, а так на специализированных из того. Прежде всего, чтобы он был исправен, на станцию, диагностическую станцию техобслуживания заехать, наверное, проверить тормоза, рулевое, и потом проходить техосмотр. Такие предварительные проверки своего авто – почти стопроцентная гарантия того, что сознательному водителю поставят заветный штамп о прохождении техосмотра. По словам сотрудников госавтоинспекции, сегодня таких заранее готовящихся владельцев железных коней становится больше. Об этом красноречиво говорит тот факт, что встретить на дороге водителя с нарушением сроков прохождения техосмотра стало большой редкостью. Однако тем, кто этим правилом пренебрегает, грозит соответствующее наказание. Водителям, которые управляют транспортным средством с непрошедшим государственным техническим осмотром, применяются самые строгие меры административного воздействия. Напомню, что за данный вид правонарушения предусмотрена ответственность в виде предупреждения либо наложения штрафа до двух базовых величин. Кроме водителей легковых автомобилей, пройти процедуру государственного технического осмотра следует владельцам ведомственных, в особенности сельскохозяйственных транспортных средств и автомобилей такси. Поскольку в ходе проведения рядовых мероприятий их техническому состоянию будет уделено особое внимание.